спасибо что включил с тобой герасёв и ребята сегодня я записываю очень необычные видео на своем канале сегодня я хочу вам рассказать свои секреты которые я тщательно тщательно скрывал абсолютно от всех даже от своих друзей я это делаю для того чтобы просто быть более честным перед вами чтобы быть более открытым потому что я хочу снимать более живые настоящие ролики и главное я просто не хочу держать какие-то секреты в себе сегодня вам расскажу действительно интересные вещи которые вам вряд ли бы рассказали другие ютуберам расскажу и про деньги и про какие-то отношения и про все на свете поэтому ребят прямо сейчас обязательно поддержите это видео лайком я действительно практически голый сегодня буду перед вами стоять и рассказывать все как оно есть поэтому я от вас очень надеюсь на поддержку нажимайте на лайк если вы подписаны на канал если вы не подписаны на канал обязательно подписывайтесь вот давайте начинать первый секрет это может быть даже для кого-то и не секрет но это постановочные видео отвечая на вопрос саша снимал ли ты постановочные видос я вам говорю честно да я снимал постановочные видео но есть один очень важный момент каждый ролик лично я так делают далеко не все но лично я стараюсь снимать максимально трушно потому что я понимаю что самое классное самое но объективно просматриваемая это живые настоящие эмоции они привлекают больше людей люди ставят чаще лайки все это вот дают настоящие эмоции но проблема в том что не всегда возможно эти настоящие эмоции получить но в целом искренне могу сказать что в принципе я стараюсь снимать трушные видосы особенно вот когда мы снимаем ролики с подписчиками это всегда true видосы когда в кадре есть хотя бы один подписчик мы сюда снимаем трушный видос и они как правило всегда самые кайфовые всегда они набирают больше всего просмотров потому что люди любят настоящие эмоции я это понимаю но в реалиях ютуба в реалиях просто какие-то даже правила и законов российской федерации это не всегда просто возможно и это мой первый секрет который я решил вам сейчас рассказать это объективно не самый большой секрет я думаю многие ребята и так это все прекрасно понимают но я решил на всякий случай чтобы быть до конца перед вами честным все это рассказать второй секрет который вам расскажу это деньги это наверное один из самых частых вопросов которые мне задают и наверное это сильно одна из самых интересных тем сегодня вам расскажу сколько я получаю денег за ролик сколько я получаю это в месяц сколько я трачу кстати ребята вопреки слухам ютуберы получают деньги не за лайки не за подписчиков а за просмотры даже так за так называемые коммерческие просмотры это вот эти просмотры вот этих желтеньких штучек знаете когда вы смотрите видос и вас такие желтые штучки стоят и вот когда вы их смотрите ютубер за это получает какую-то копеечку и самый главный вопрос сколько получают и денег сколько я получаю денег для этого уже телефон я прямо сейчас открою творческую студию это никакой не photoshop прямо покажу на телефоне у меня за последний месяц получается ребят 16 с половиной миллионов просмотров всего то есть на всем канале за месяц 16 с половиной миллионов просмотров это хороший результат то есть у меня такое бывает очень редко и за этот месяц я заработал за 16 половиной миллионов просмотров я заработал 19 тысяч семьсот семьдесят долларов вы скажете это дохера и в принципе с вами соглашусь это почти полтора миллиона рублей за месяц но не забывайте что контент который я снимаю он катастрофически дорогой во первых у меня просто большая команда это несколько монтажеров операторов актеров строителей менеджер это все там порядка десяти человек которые получают зарплату так еще и сами видео стоит сами по себе очень дорого не знаю например вам всем нравился старый мой ролик про башню из батутов просто посчитайте что каждый батут посмотрите в любом магазине стоит порядка 10-15 тысяч рублей мы покупали все время за 15 это была зима 15 тысяч рублей 10 батутов это 150 тысяч рублей только на батуты плюс зарплаты плюс наполнение видоса в общем там весь видос там 1250 300 был но в целом я посчитал что с учетом что есть очень дорогие видео есть дешевые видосы есть где-то большие призовые фонды в среднем одно видео стоит где-то 100 150 тысяч рублей 8 роликов в месяц и того я трачу на только на видео порядка где-то там 800 900 тысяч рублей в месяц плюс зарплаты остаются все равно хорошие деньги мне как бы грех жаловаться я свое время работал ребята я официантом за 15 тысяч рублей и листовки разносил и курьером работал я это все прекрасно помню вырос я в купчино так что все это знаю и как очень ценю и поэтому кстати многие ютуберы просят лайки и подписки потому что это продвигает это просмотры это тоже деньги вот поэтому нажимаете обязательно ребята на лайк да поэтому теперь вы знаете чуть больше про эту историю обязательно поддерживайте ютуберов которых вы любите которых вы смотрите это очень 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 важно так что ставьте лайк обязательно а мы сейчас ребят я думаю передвинемся и я пойду расскажу вам уже третий секрет который от всех скрывал пойдете третий секрет ребят на самом деле это действительно большой секрет который я тщательно скрывал от многих видео даже пришел без операторов потому что об этом принципе никто не знает я вам расскажу сегодня про то что я когда-то вел телеграм-канал в котором давал прогнозы на спорт это грязная тема которая много кого задевает она у нее очень плохая репутация и в свое время когда мне было порядка 300 тысяч подписчиков я завел такой телеграм-канал где мы давали прогнозы на спорт мы продавали из разумеется за деньги честно скажу мне пиздец как стыдно за то время но должен сказать что во первых несмотря на то что я тогда был молодой свежий все равно какую-то мораль имел и не имел совести скамить людей до воровать деньги там брать вот эти раскрутки все этого и вот этим я никогда не занимался во время и вот эти телеграм-каналы они дали на самом деле моему каналу большой рост в первую очередь разумеется финансово потому что я начал зарабатывать большие огромные деньги не буду сказать огромные деньги и на это я купил там и первую камеру хорошую помещение снял машину себе купил начал развиваться и на самом деле канал в тот в тот период когда я начал вкладывать в него деньги очень очень сильно начал расти сам по себе начал набирать аудиторию начал набирать просмотры потому что контент просто лучше но разумеется ребята это не оправдывает ни в коем мере такой способ заработка и я в свое время принял решение закрыть телеграм-канал собственно почему я принял это решение его закрыть да потому что ну я понял просто что я зарабатываю уже непосредственно да с ютуба денег достаточно чтобы платить зарплаты оператором там аренду помещения что покупать нового оборудования по наш это уже могу все сам и мне для этого не нужны какие-то лишние деньги вот эти вот шальные и тогда я принял решение отказаться от ведения телеграм-канала но не буду врать это было достаточно тяжелое решение ну просто представьте себе либо вы в день зарабатываете себе на новый айфон каждый день по 1000 долларов вы зарабатываете ну 50 тысяч рублей окей полтора-два миллиона рублей в месяц при этом вы ничего не делаете для этого либо вы отказываетесь от этих денег просто продолжайте снимать классные видосы я свое время принял решение отказаться от такого заработка все гнилая ужасная тема и я отказался и вообще ни капли не жалею что я тогда отказался от этих грязных денег потому что с того момента у меня только пошло все вверх просмотры начали расти аудитории стало больше и я вам за это очень благодарен я искренне извиняюсь перед ребятами которые в свое время тогда отправляли деньги за эти шарашкины прогнозы и будьте уверены что в ближайшем будущем я обязательно вам покажу я возьму большую большую очень большую сумму денег которые я заработал и сделаю одно очень хорошее хорошее дело поэтому теперь вы знаете еще чуть больше про меня и про мои секреты и думаю самое время сейчас где-нибудь сесть и рассказать вам еще один секрет следующий секрет это почему я больше не общаюсь с пушером почему мы с ним больше не снимаем совместные видео мне на канал совместные видео ему на канал может кто-то расстроится но сейчас не будет скандалов не будет интриг не будет никаких расследований мы с артемом не ругались не дрались не обижались просто так случилось что мы стали снимать больше видосов я раньше снимал 4 видео в месяц на канал теперь снимаю 8 видосов артем тоже стал снимать роликов больше мы просто тупо перестали успевать сниматься друг у друга, потому что тогда просто ну приколите, у него там 8-10 роликов в месяц, у меня это короче плюс подготовка, жизни просто никакой не останется. Но если вы действительно хотите, чтобы мы с Артемом продолжали снимать видосы вместе может быть немножко реже, но продолжали просто проявите какую-то активность может напишите мне где-нибудь там в инстаграме или поставьте лайк на это видео, если вы действительно этого хотите там лайки под видосом будет много я думаю мы с Артемом снимем еще совместный ролик или наверное не один продолжим снимать вместе, поэтому все в ваших руках, если вы действительно это хотите если не хотите, ничего страшного, будем снимать как снимаем, в целом вроде неплохо получается. Следующий секрет ребята связан с моей болезнью, на самом деле наверное у всех людей есть какой-то секрет связанный с болезнью, кто-нибудь чем-нибудь доболен, но вам сейчас расскажу, что меня преследует последние 7 лет. Ничего смертельного, но это очень важно для ютуб блогера я лысею и не просто лысею, а лысею абсолютно ненормально сейчас будут появляться фотографии пожалуйста, если вы слабо нервные вот это все, лучше выключайте видео вообще, когда мне было 18 лет у меня была прекрасная шевелюра которой я очень гордился, но она какого-то черта начала резко выпадать, причем не просто выпадать, а выпадать клочками начали выпадать сначала волосы на висках потом на затылке, потом они начали выпадать вот здесь вот, и все это очень сильно било по моей самооценке, потому что ну вы представляете, как это выглядит 18 лет, я вот так как будто чем-то болен я как будто меня кислотой облили и в итоге все дошло до того, что в какой-то момент я просто побрился на лысо и это выглядело настолько плохо мне настолько сильно не идет лысина вот тут будут фотографии, что честно говоря я в какой-то момент замкнулся в себе закрылся, перестал выходить на улицу и начал очень плотно лечиться волосы продолжали выпадать, но со временем буквально там где-то за год я смог вылечить эту историю волосы начали расти, но они до сих пор растут очень-очень плохо и я каждую неделю лечу волосы, но к сожалению лысина меня побеждает и поэтому совсем скоро, ребята, я еду в другую страну на очень серьезную операцию которая возможно изменит вообще мою жизнь изменит мой облик поэтому не удивляйтесь, я возможно сниму об этом ролик отдельный если вам опять же будет интересно но совсем скоро это случится так что, ребята, то, что сейчас вы видите на моей голове на самом деле это маскировка то, что происходит в моей жизни с волосами и какое лечение я прохожу, чтобы эти волосы были у меня на голове вы себе не представляете какая-то жесть, я никому жизни этого не пожелаю но это все-таки, наверное, не самое страшное мне тоже грех жаловаться на это, но это один из моих очень больших секретов о котором практически никто не знает и думаю, время переходить к следующему секрету следующий секрет это очень стыдный мой секрет он заключается в том, что мне 25 лет и я до сих пор живу со своей мамой ну там даже кто-то посмеялся и это на самом деле обусловлено не тем, что у меня там нет денег на съемное жилье или я там, не знаю, до сих пор ребенок в душе дело в том, что у нас дома есть три собаки, три лабрадора которых я безумно люблю и моя мама их тоже безумно любит и мы просто тупо не можем поделить этих трех лабрадоров потому что я абсолютно не хочу без них жить мать тоже без них жить не хочет и честно, это супер патовая ситуация потому что я не знаю я не могу бросить этих лабрадоров мама тоже их не хочет бросать и поэтому пока вот так, что мы живем в маленькой квартирке на окраине Питера все вместе у меня три собаки, 13 лет 5 лет и еще одной неизвестно сколько, но ориентировочно лет 7 она у нас недавно достаточно появилась но я их всех очень сильно люблю и вот это еще один мой секрет что я в 25 лет живу с мамой ребята, если вам понравился такой видос я вас очень прошу, поддержите меня если хотите вторую часть, обязательно нажимайте лайк и подписывайтесь на канал я обязательно засниму у меня есть еще секретики, которые вам можно рассказать поэтому обязательно нажимайте на лайк будет здесь хотя бы 1100 лайков я обязательно выпущу вторую часть спасибо большое за просмотр посмотрите еще один мой видос здесь с тобой был Герасёв вот такой вот у нас видос получился всем пока-пока